Бизнес и банки Алексей Матрешин, вице-президент Московского индустриального банка Привет, Алексей Значит, и тема нашей программы это банковский пластиковый карточный бизнес И даже более широко, все, что связано с инновационными технологиями осуществления платежей, микроплатежей, то, чем пользуются люди Алексей Матрешин закончил Московский авиационный институт имени Арджинкидзе Трудовая деятельность в Московском индустриальном банке началась в 1995 году В 2009 занял должность вице-президента банка В настоящее время курирует такие приоритетные направления, как организация продаж карточных продуктов, процессинг, контроль банкоматной сети, сопровождение программного обеспечения В его подчинении находятся две службы и шесть управлений Начнем наш рассказ с основных, каких-то вот, ну не знаю, самых главных тенденций Что сейчас, сегодня, интересно в инновационных технологиях вот этих вот платежей Ну, значит, последнее направление, которое изучается наиболее глубоко банками, в котором банки работают, это так называемая универсальная электронная карта Да, про это уже много говорят и на правительственном уровне, и все, и скоро у нас у каждого будет вживлен в ухо чип, да, или под кожу, так сказать, да, и каждый раз, проходя мимо сканера, которые будут везде, мы будем оставлять за собой всю информацию Ну, не у каждого, и не везде, и не в ухо, но на самом деле, к 2014 году каждый гражданин Российской Федерации в соответствии с 210-м федеральным законом должен иметь универсальную электронную карту, опускаемую правительством Российской Федерации, по сути дела Ну, как раньше паспорт обязан иметь с определенного возраста, так теперь будешь еще и карту обязан иметь Совершенно верно Некая идентификационная, я так понимаю, карта На этой карте должны быть несколько предложений федерального уровня, это сейчас уже определены, это идентификационное приложение, пенсионное приложение, страховое свидетельство, ну, ваша медицинская страховка А также могут находиться еще и приложения муниципального и субъектов федерации То есть, когда вы говорите приложение, вы имеете в виду что? То есть, это некий набор данных, да? Набор какие-то Приложение, это программа Программа Установлена на чипе этой карты, которая позволяет ее держателю тем или иным образом получить доступ к необходимой информации Внеся в нее какие-то Услугам каким-то Каким-то услугам, совершенно верно То есть, приходя в больницу, вы, по сути дела, несете уже свое страховое свидетельство И никто не листает вашу карточку А вы подаете эту карту, в которой есть вся информация необходимая для того, чтобы вам получить медицинскую сумму Или, например, обращаясь в налоговую, чтобы проверить, не задолжал ли я чего-нибудь, не дай бог, перед зарубежной поездкой И все, у меня там записано Это еще одно из направлений, так называемый портал госуслуг Это вторая часть, которая сейчас реализуется Ростелекомом совместно с рядом банком И, значит, через этот портал госуслуг, идентифицировавшись через карту, вы сможете получить доступ об информации, которая находится в госорганах о вас По своей персональной По своей персоне По своей персоне, естественно, только та часть, которая доступна для вашего, как говорится, оборудования Это какой-то глобальный проект Это глобальный проект А вот Московский индустриальный банк здесь Какая роль? Константинская услуга, да, причем здесь банк? Ну, на этой карте, помимо приложения федерального уровня, будет и банковское приложение, и банки будут являться эмитентами банковского приложения То есть, по сути дела, карта является не только удостоверением личности, но и банковским приложением, позволяющим вам идентифицироваться уже в банке, управлять своими счетами в банке Сейчас, сейчас, можно я перебью? А вот эту карту человек получает изначально от кого? От государственного органа? И потом с ней приходит в банк, и там ему записывают, или что? Эмитентом является государство, но при подаче заявления вы определяете, какой бы банк вы хотели бы видеть в качестве эмитента банковского приложения При подаче заявления это определяется Понимаю. И там же в этом банке тебе выдадут саму карту вместе уже со всеми государственными приложениями и банковским приложением Совершенно верно А какое тогда банковское приложение, что там? Ну, на сегодняшний день банковские приложения, они... то платежное приложение, которое вы имеете на банковской карте, это, как правило, это EMV приложение То есть, EMV, Еврокарт, Мастеркарт, Виза А, окей То есть, это стандарт спецификации, по которой работают платежная система Виза и Мастеркарт На самом деле, на сегодняшний день... То есть, по сути, это обычная платежная карта, да? Совершенно верно Но на этом чипе, помимо банковского приложения, есть еще приложение федеральное Ну вот, да, о чем мы сейчас говорили Значит, какие еще современные тенденции есть по направлению развития бизнеса пластиковых карт? Это, конечно, на сегодняшний момент, если вы обратили внимание, многие банки сертифицируют технологию PayPass Это так называемая бесконтактная технология То есть, ну, вы все... Это вот по типу в метро, да? Проходишь и... Совершенно верно Вы понимаете, это слово платить, а пасты совершаешь магические пассы То есть, берешь карточку, паст такой проводишь, и в это время считываешься Сплати и иди Да, да, да Вот, то есть, эта технология на сегодняшний день сертифицирована в четырех российских банках Московский индустриальный банк в сентябре 2010 года первым в России сертифицировал эту технологию Сейчас уже эта технология сертифицирована Райфайзеном Значит, русским стандартам и петрокоммерциям Ну, не суть важна, а важно, как это все будет работать применительно гражданам и что это даст дополнительно банку Ну, банк уже реализовал на этой технологии первые проекты Наиболее значимым, как мне кажется, это проект с финансовым университетом Ну, ранее называлось финансовая академия, сейчас финансовый университет при президенте Это который на ленинградском проспекте Совершенно верно, да Значит, идея этого проекта заключается в том, что карта выдается всем студентам, преподавателям и сотрудникам университета Эта карта является не только платежным инструментом, но карта также предоставляет доступ в университет Сейчас, давайте я еще раз уточню, чтобы было полно понятно Платежным инструментом это точно так же, как, например, зарплатную карту выдали, да? Ты пользуешься, как обычной зарплатной картой Ты ее начислят, ты ее расплачиваешь в магазинах То есть, вот обычная карта или нет? Но если вы... мы вернемся еще раз к этому вопросу Еще там есть элемент безопасности определенный, я потом расскажу и его покажу Это отдельная большая тема Дополнительно, дополнительно на этой карте имеется бесконтактная технология Мы все знаем, что любое государственное учреждение на сегодняшний момент оборудовано системами контроля управления доступом В виде каких-то турникетов, аналог в метро И, значит, внутренней математикой, инфраструктурой, которая позволяет либо допустить сотрудника в какой-то сектор, либо отказать ему в доступе При этом можно фиксировать не только сам факт попытки входа, но и время Время входа, время выхода Соответственно, на основании этих данных можно составлять уже табель учета Безобразие Студент теперь не сможет сказать, я же был на лекции, я сидел за колонной А там написано, не был, не входил, по твоей карте не было транзакции, да? Совершенно верно, то есть, по сути дела, производится учет посещения, учет рабочего времени На основании этих, с использованием этих карт И также, уже сейчас реализовано, что эта карта используется как средство идентификации Для получения студентам доступа к информации о его задолженностях То есть, по сути дела, ставив в банкомат карту, в банкомат, который установлен на территории университета Введя пин-код и перейдя в соответствующий раздел по кнопке финансовый университет Студент, идентифицировавшись, получает информацию в свой личный кабинет Где написано, какие зачеты он сдал, какие не сдал, до какого должен сдать Он приходит снять зарплату, или там, чего у него есть, какие-то деньги А ему банкомат пишет, вы не сдали зачет по химии, зарплату вам не дадим К сожалению, вот этих ограничений, мы не к сожалению, конечно, просто вот этих ограничений мы ввести не можем Потому что есть гражданский кодекс, и он не позволяет нам этого сделать А, в принципе, проинформировать студента о том, что необходимо заплатить за обучение Эти механизмы, они работают, действительно Он видит задолженность за те периоды обучения, которые у него не оплачены Вопрос на засыпку, может ли он этой же картой, а если пока не может, то сможет ли и когда заплатить за проезд в общественном транспорте, в метро, еще что-нибудь, купить авиабилеты Московский индустриальный банк имеет так называемую транспортную карту по договору с метрополитеном, с экспресс-карт Уважаемая компания Inpass Payments Они на сегодняшний момент также прорабатывают вопрос С метрополитеном о том, чтобы был не единственный представитель, как вот на сегодняшний момент, это экспресс-карта, которая предоставляет доступ и расчеты по этим операциям Ну и был какой-то еще, скажем, ну не конкурент, а еще одна из компаний, которая бы предоставляла те же самые услуги Как только это будет, я думаю, что мы сможем это приложение размещать и на чипе вместе с... Ну по большому счету это же напрашивается, это удобно, да, то есть у меня деньги лежат на счету, и я уже, мне не надо идти покупать билет, потом этот билет, карточку, да Ведь на самом деле, друзья мои, если в метро совершаются миллионы, миллионы транзакций ежедневно, да, сколько бумажек надо выпустить, эти кассиры, они заняты, они получают зарплату Ведь когда мы вводим эту технологию, это все исчезает, это уменьшается, то есть реально в экономике освобождаются время, средства, люди, там, да Совершенно верно, но здесь уже, как говорится, вопрос не к банкам, а вопрос к метрополитену и околометрополитеновским компаниям Да, как сказано, околометрополитеновским компаниям, которые там кормятся, не допускают никого, да? Ну, почему, может быть и допустим, сейчас знаете, что произошла смена в метрополитене, пришел новый начальник, и возможно ситуация как-то изменится Ну, я еще раз хотел повториться, что, значит, у Московского индустриального банка есть карта с транспортным приложением Она может быть выпущена как дополнительная к любой карте, независимо от того, кампусная эта карта, какая-то премиальная карта Ну, это как обычная карта, да? Да, она привязана к тому же самому счету, просто-напросто единственное, что когда вы будете прикладывать свой кошелек, будет срабатывать не та карта, которая, ну, скажем, у вас используете как основную Я понял, понял, но все-таки их должно быть две, это все-таки лишняя покупка, все-таки в моем понимании было бы вообще верхом технологии, когда, да, все в одном Когда у меня единственный чип, на котором все А не получится так, идешь в метро, прикладываешь карту, у тебя вместо 25 рублей, раз там, и все, закладка А, в это время мошенники, значит, настроили радар какой-нибудь, да, значит, считывают эту информацию Ну, кстати, да, о безопасности давайте поговорим, потому что это важный момент Значит, ну, мы все прекрасно понимаем, что безопасность, она сводится к тому, какими средствами обеспечивается защита Если просто вот поговорить сначала об определениях, то у нас есть как бы несколько основных понятий То есть, первое, это идентификация, аудентификация и авторизация Что такое идентификация? То есть, это владение чем-либо, а аудентификация, это в принципе... Сейчас, сейчас, ничего не понял я Сейчас поясню очень просто Когда вы приходите и показываете паспорт, вот идентификация... Меня идентифицировали, как некого человека, Богданова Василия Борисовича Совершенно верно, идентифицировали ваш паспорт, открыли его, увидели фотографию, посмотрели на вас, вот это уже аудентификация То есть, это как бы второй этап А третий этап, это уже авторизация, то есть, если вот, как бы, ну, это уже допущение к каким-то... А, имею ли я право теперь на основании предъявленного паспорта получить справку из ЖЭКа, что я проживаю в такой квартире В то ли управляющую компанию вы пришли и живете ли вы действительно там То есть, это уже авторизация, то есть, допуск к каким-то ресурсам Вот, значит, на сегодняшний момент те средства защиты, которые использовались ранее для, скажем так, карт с магнитной полосой Они были наиболее простыми Это, как правило, использовался метод однофакторной аудентификации То есть, по сути дела, знание логина и пароля позволяло вам войти в систему На сегодняшний момент используется, как правило, двухфакторная То есть, я, как держатель карты, должен не только знать свой логин и пароль Или ввести, скажем, номер карты Но я должен еще знать и пинг этой карты При этом, вот эта карта, в настоящий момент, должна быть у меня Потому что, в противном случае, я не смогу сгенерить секьюр-код Очень запутанно То есть, это... нет, это не очень запутанно Но я понимаю, что вот эта сложность нагромождения всего, наверное, для безопасности Как раз-таки и принадлежит Есть вот, значит, устройство, так называемая DPA-кэп-технология Это что, телефончик? Это не телефон, это обычный, так называемый, PCR Персональный карт-ридер А, считыватель карты Он не считывал, он карту не читает Его прелесть в том, что вот это устройство, оно разработано непосредственно платежными системами И эта технология, она сертифицирована платежными системами Оно является интерфейсом между картой и вами То есть, по сути дела, вставляя карту в это устройство Ну, вы видите, значит, что вы можете провести идентификацию и подписать платеж На самом деле, в этот момент на чипе-карте работает специальное приложение Которое построено на секретных ключах, хранящихся также в чипе Если мне необходимо зайти в систему, я должен ввести номер этой карты И ввести так называемый секретный код То есть, я должен нажать буковку И, что я хочу идентифицироваться Ввести пин Вот это уже как раз элемент знаний карты То есть, я владею объектом, владею знаниями к этому объекту Ввожу пин Если я его ввожу неправильно и нажимаю ОК Вы видите неверный пин И осталось две попытки То есть, если я три раза введу неправильно пин То, по сути дела, карта у меня сама себя заблокируется В случае, если я ввожу пин правильно То система мне сообщает пин верный И дает пароль для входа в систему Банк, получив этот пароль Он проверяет, что этот пароль получен именно с этой карты С правильным вводом пина И только после этого вас допускает дальше Аналогичным образом осуществляется подпись Поэтому, вот эти вот средства защиты Да, вы можете сказать, что это крайне неудобно Носить с собой вот еще дополнительное устройство Я с вами согласен У меня такие устройства четыре Одно лежит в служебной машине Одно лежит в личном автомобиле Одно лежит на работе Одно лежит дома Потому что, ну, а, еще есть в портфеле на всякий случай Вот, но на самом деле С той же самой компанией G-MALT Мы сейчас уже прорабатываем вопрос И это не мы первые, скажем, здесь Эта технология уже опробована в Бразилии По-моему, в восьмом году Когда на этой же карте Размещается небольшой экран И так называемая клавиатура Состоящая из... До чего техника дошла? А вы же, наверное, все помните Китайские калькуляторы Вот именно вот такой вот толщины Именно такого размера Да Да, плоский Да То есть, по сути... Слушайте, давайте так мы сделаем Мы сейчас приостановимся немножко Посмотрим рекламу И потом продолжим Потому что, да, я поражен Я поражен, да Дорогие друзья, посмотрите рекламу Мы сейчас вернемся Генеральный партнер программы Компания Инпас Инновационные платежные решения Для банков и розничных компаний Инпас Оборудование и софт Только лучшее Добрый день, дорогие друзья И мы продолжаем передачу Бизнес и банки Ее ведущий Василий Богданов И Елена Брумарова А у нас в гостях Алексей Матрешин Вице-президент Московского индустриального банка Московский индустриальный банк По данным Банка России Устойчиво входит 30 крупнейших банков России Уже 20 лет В число лидеров Столичного и регионального Рынков финансовых услуг И этим демонстрируют стабильность И надежность Высокий уровень сервиса Отлаженные межбанковские технологии Конкурентные тарифы Квалифицированный персонал И индивидуальный подход Позволяют предоставить Каждому клиенту Весь спектр банковских услуг Как в национальной Так и в иностранной валюте Отличительная черта банка Поддержка реального сектора экономики Мы говорим о технологиях Технологии шагнули далеко вперед И вот Нам сейчас такие штуки тут показывали Ну давайте Вот в общем Этот картридер Вы принесли Да Это так называемый ПСР персональный картридер Или как его еще В простонародье называют Криптокалькулятор Ничего себе В простонародье называют Ну люди Ну я понял В общем Это машинка Которая служит интерфейсом Между картой И всеми другими Да Вот там устройственным человеком Ну вот для чего это все К чему это все делается Ну основное конечно Основное назначение Всех этих технологий Это защита от Подделки банковских карт И обезопасивание платежей Проводимых через каналы Дистанционного банковского обслуживания Значит Все таки киберпреступность Не дремлет Да Ну мы все знаем Что есть на сегодняшний момент Случай Не одиночность по себе Это клонирование карт Это Ну Это тот же самый простой Я бы знаю Как Алексей сказал здесь Смотрите ребят Вот мы постоянно Являемся свидетелями Ну как обычные люди Что в сеть Так или иначе Попадают какие-то данные Да В интернет То есть данные О потусланных смсках Данные о проданных И купленных билетах Там со всякими подробностями Все 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 То есть на самом деле Совершенно очевидно Что и банковские транзакции Точно так же могут попасть В сеть Но в отличие от смсов Которые могут принести там Ну в основном все таки Моральный ущерб кому-то Если вообще какой-то То с банковской информацией Все намного сложнее Это деньги Да Поэтому Очень должны быть Серьезные системы защиты Ну если мы говорим Про Систему безопасности И Защиту информации Получаемой через Дистанционный канал Дистанционного банковского Обслуживания То Ну платежная система На самом деле Мы говорим про карты Платежная система Уделяет этому Очень большое внимание На сегодняшний момент Все процессоры Занимающиеся эмиссией И обслуживанием Ну и кваринг Банковских карт Они должны соответствовать Стандарту PCI DSS Не надо Я все равно ничего не пойму Вот так По-человечески По-человечески Значит Есть сертифицированные компании Которые Приезжают В организации Занимающиеся Транзакциями Банковских карт И хранения И проверяют И проверяют Все технические средства И нормативные документы На соответствие Этим стандартам Если ранее Это было пущено На самотек То на сегодняшний момент Этим занимаются Непосредственно Платежные системы Выставив Определенные правила Если ты хочешь Быть участником системы Ты должен им соответствовать Правила Очень шутки А вот Какие тогда мы Советы можем дать Человеку Вот он Со своей стороны О чем должен Всегда помнить Беспокоиться Когда Вот у него Такая замечательная карта С которой Может все Что хочет оплатить Но как он должен Обеспечить сохранность Со своей стороны Ну назовем этого Человека держателем Значит Ну первое При выборе карты Желательно Не желательно А вообще рекомендуется Выбирать карту Именно работающей По чиповой технологии Чтобы это была Уже комбинированная карта Сегодня это уже Более-менее доступно На сегодняшний момент Это доступно Но на самом деле Карты сами по себе Ну здесь уже такие Технические аспекты Различаются Немножко разными Чипа Разностью Тех смарт-устройств Которые здесь используются И формирование на них Ну различных Запросов-ответов То есть это Желательно Чтобы это был ДДА-чип Который На сегодняшний момент Пока еще нет фактов Взлома этого чипа Я сейчас все равно Не запомню Но я потом посмотрю Нашу передачу Три раза Главное что это не магнитная карта А главное что это чип Это некий микропроцессорный устройство Чтобы это была чиповая карта Почему Потому что также Для платежной системы Стимулирует Перевод эмиссии На чиповые карты И у них есть так называемая Программа переноса ответственности Если банк Не умеет работать Обслуживать чиповую карту А к нему пришла чиповая карта И обслуживается по магнитной полосе То в случае наступления мошенничества Все риски переносятся на тот банк Который обслужил чиповую карту Как магнитную То есть здесь уже есть Скажем так Финансовое стимулирование Со стороны платежных систем Поэтому когда вы выбираете Банковскую карту Обязательно посмотрите Чтобы она была чиповая Далее необходимо Проверить Что у банка есть Достаточно Если вы Человек он сам по сути ленивый Считается Но не все люди ленивые Мы не будем Ну мы скажем так Стараемся минимизировать Наши трудозатраты всегда Поэтому мы бы хотели Общаться с банками дистанционно Поэтому необходимо Посмотреть Какие средства защиты Предлагает вам банк То есть у нашего банка Например есть несколько уровней Если вы говорите Что мои платежи Не будут превышать 300 рублей Плачу я только за мобильный телефон То вы можете использовать Вот Ну в общем да Те средства идентификации Про которые мы говорили Логин и пароль Если вы Выбирая себе банковский продукт Отмечаете Что помимо платежей Платежей Не менее 100 рублей В общем уже десятки тысяч рублей Эту операцию Тогда введи пожалуйста Вот этот секьюр код Который тебе прислал банк Введя в систему Этот код секретности Вы по сути дела Подтверждаете Акцептуете Ту операцию Понимаю Которую в настоящий момент Проводите Ну и третий уровень Это использование Вот этого ДПИ капа То есть в этом случае Вы можете Я понял У Алексея очень много денег На картах Поэтому он пользуется Таким самым высшим уровнем Безопасности А вот я еще видела Что те же самые коды Они тоже выпускаются На пластиковых картах Это так называемая Карта скрэйч-кодов То есть Но вы должны понимать Что вот Вот здесь Вы без этой карты Ни одну транзакцию Не проведете Правильно А карту со скрэйч-кодами Вы можете оставить Где угодно И потереть И упрощение Злоумышленник берет Вашу карту Он по сути дела Вводит информацию Соследователь Ту, которая запрашивает Система Введите пожалуйста Там 25-й код Который написан На вашей карте Вводит 25-й код И попадает в систему Здесь же Вам необходима Сама карта То есть Вы должны потерять Карту С пином Написанным На самой карте Ну и вот Со всякими Этими дополнительными Паролями Там и прочими Совершенно верно То есть Улучшается Упрощается В разы степень защиты У нас немножко Время остается Расскажите Немножечко Про другие Способы Бесконтактных Там не знаю Мобильных И прочих платежей Вот это карта А ведь Насколько я знаю Сейчас уже с помощью Мобильного телефона Можно многие операции Совершать Или все к этому идет На самом деле Существует Так называемая NFC технология Как? NFC Она называется Значит Это аналог Пейпаса Но для мобильных Телефонов То есть Когда вы Используя Мобильный телефон Используя Ту же самую По сути дела Ну радиометку Назовем ее так Акцептуете Или не акцептуете То есть такой же чип Но просто находится Внутри мобильного телефона Совершенно верно То есть Если это карта С пейпасом Вы прикладываете карту То вы прикладываете телефон И там же с моего счета Списывается Да так же Ну на сегодняшний момент Столько принят Закон о национальной платежной системе И мобильные операторы Вот только-только сейчас Там через 90 Ну сколько там осталось До силы вступления После подписания Могут Смогут совершать На законных основаниях Эти платежи Сейчас они просто Никак не регулируются Именно Оперируя понятие Остатком на телефонном счете То есть Да-да Важный момент Это В случае с мобильным телефоном Расходование средств происходит Не с моего счета В банке А с моего счета В мобильном операторе Я положил на свой Да На свой номер 500 рублей И вот их я могу тратить Теперь не только на разговоры Но и оплачивать поездки В метро Или какие-то небольшие покупки Да? Ну пока не можете Но Ну к этому идет Да, к этому идет Но на самом деле Закон он еще предусматривает Некоторые изменения В том числе Что вот оператор Введено во-первых Понятие электронных денег Что это такое До сегодняшнего момента Просто официально Ну законного определения Не было И Введено Понятие Что такое Оператор Электронных денег То есть И там довольно Конкретно Ну четко прописано Что Оператор электронных денег Должен иметь Либо Полную банковскую лицензию То есть Это должна быть Кредитная организация Либо не банковская Кредитная организация То есть банки Банки в этом смысле Отбились Да Ведь это же Нарастала такая угроза Да Ведь смотрите Банки уже там За прошлые годы Потеряли огромный Сегмент микроплатежей Ну или небольших платежей Через платежные терминалы Да Вот типа Киви там И все такое Да Потом вот эти вот Платежи через мобильные телефоны Тоже банки Мимо пролетают Да Это же угроза Для банков Традиционного бизнеса Для банков Которые Ну это просто идет Перераспределение Понимаете Дело в том что Здесь все Ограничивается все равно Суммами Это именно рынок Микроплатежей Но их много Да И тот бизнес Который вот он Классический Банковский Он особо не затрагивается Это дополнительные комиссии Которые собирают банки При проведении Тех или иных Вот видов услуг По микроплатежам Ну вот у нас Я перебью Был один из товарищей Вот в одной из прошлых передач Он говорил так Что ребята Сегодня самая главная ценность Это был из банка России Уралсип Михаил Воронько Он говорил Самая главная ценность Это клиентская база Это доступ к потребителям И получается Что вот эти потребители Они не у тебя Они у тебя как у банка Они находятся У телефонной компании У оператора Да где-то еще Это они потом смогут Заработать дополнительно Да Ну а ты да Свою комиссию получил Но А оператор мобильный Пришел к другому банку Другой банк Теперь комиссию получает Нет Ну давайте вот глубже Посмотрим на этот вопрос Значит Если можно коротко Да У нас минута осталась Хорошо Глубже уже в другой раз Глубже но коротко Деньги должны попасть На телефонный счет Вы все имеете На сегодняшний момент Зарплатные банковские карты Я больше чем уверен Правильно? Ну наверное да То есть для того Чтобы деньги попали на ваш счет Ваша организация Должна их перечислить в банк Вы уже дальше Сами распоряжаетесь Как распорядиться Решаете Как распорядиться Этими деньгами Вы можете их перевести На счет мобильного телефона Идею понял да Да Банк свою комиссию В этой операции Уже получил Переводя деньги На счет мобильного оператора Ну не надо жадничать Надо работать другим Все правильно Хорошо Тогда ваше пожелание Телезрителям Ну я желаю Нашим телезрителям Чтобы они Как можно активнее Как можно больше Использовали современные Банковские услуги Обращали внимание На те средства безопасности Которые Предоставляет им банк Ну и естественно Использовали Самые современные системы Как мобильный банк Телефон банк СМС Различные оповещения И различные каналы Это делает жизнь легче? Совершенно верно Это делает жизнь легче Это как утверждение А не как вопрос Отлично Алексей Матрешин Вице-президент Московского индустриального банка Спасибо большое До свидания Спасибо, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok